всем добрый день сегодня третий день обслуживаем мотор рустама рахмонова те кто смотрел вчера сняли сегодня снимаем на весна меняем все прокладки моим чистим устраняем течи в общем все увидите в видео смотрите подписывайтесь следите за выпусками очень интересно все будет каждую деталь снимем покажем все по отдельности все будет четко не забывайте подписываться участвуйте в розыгрыше канала мадион смотрите следите ну что приступим третий день начнем разбирать подготовили стол чтобы все было чисто красиво грязные работы закончились потихоньку топливный фильтр сейчас снимем и Субтитры сделал DimaTorzok Топливный фильтр в мусор обязательно менять на каждом ТО, очень важная часть дизельного автомобиля. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот какой нагар масла, видно? Отлично! Вот это все масло! Чуть-чуть Сейчас покажу Все почистим Машина Зверь будет, дышать начнет Немножко воздуха не хватало Трубки снимаем топливные От насоса Чтоб не мешали Это топливный насос Топливный насос высокого давления Все трубки сняли, чтоб они не мешали, чтоб не сломались они Много, конечно, кронштейнов Креплений Очень много, через чум Откручивать много всего приходится Чтоб что-то одно снять, надо снять что-то другое И как далее И как далее Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот Так как сейчас зима Для дизеля это очень важная вещь Может не завестись автомобиль Если сгореть какая-нибудь свеча Она подогревает топливо Если зимой сгореть Потом будет уже легко Выкрутить, поставить новую Сверху Поехали Надо Это сделать Вот как она выглядит Мы их все проверим Возможно какие-то нерабочие Обычно Эти свечи Выкручиваются Очень тяжело Обычно Закручиваем И правильно Перетягиваем И потом Эту сторону мы разобрали Можно приходить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, продолжим, снимаем топливную рамку, топливные трубки, снимем форсунки, посмотрим какое состояние, поменяем шайбы, если надо по широчим, все равно снимать рамку, чтобы вентиляцию открутить. Субтитры сделал DimaTorzok Система EGR, система рециркуляции отработавших газов, тоже надо разобрать, все почистить. Так. Так. Хорошо. Спасибо. А вот вентиляция течет, картерных газов. Очень страшно, все поправим. Все поправим и будет все красиво. Так. Хорошо. Спасибо. 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 Что? Можно снимать турбину. Сейчас я покажу один неприятный момент. Один неприятный момент. Пойдем сюда. Эту турбину снимали. Поставили старую прокладку, которая уже плохо держала. Вот здесь пропускала. Вот. Это все ерунда. Прокладку почему-то поставили старую. Вот такая четырехслойная. Не знаю почему старую. Но это все ерунда. Здесь сломанный болт. Снимали турбину. Видимо ее ремонтировали, поэтому она в хорошем состоянии. Здесь сломали болт. Умолчали и не поставили новый. Вот поближе можешь снять. Одного болта нету. Придется высверливать. Тоже покажу как это все делается. Где-то эта трубка. Видимо тоже при съеме установки. Где-то ее повредили. Либо здесь течет. Трубку эту придется тоже поменять. Трубку придется поменять. Фильтр. Сеточка. Тоже помоем. Почистим все. Ставим все. Ставим все. Ставим все. Все. Вместе с тем. Ставим все. Ставим все. Ставим все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Головка чистая... Ничего страшного... Не вижу... Так... Поставим пока обратно... Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаем... Приводной ремень... Подожди... Что-то не снимается... О... Ремень в трещинах... Тоже под замену... Продолжение следует... Давно не менялся... Весь в трещинах... Продолжение следует... 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 Помпа оригинальная стоит, еще не менялась, помпу тоже меняем, ну и соответственно все ролики. Сейчас покажу как фиксировать, как менять ГРН вообще, как он меняется в конце покажем. Сейчас покажу как фиксируется, довольно просто все и по сути не нужен никакой спец инструмент, хотя есть фиксаторы специальные, но мы в данном случае обойдемся без фиксаторов. Вот здесь есть специальная прорезь, это фиксатор распредвала, можно зафиксировать обычным сверлом на 8, он у нас никуда не денется. Вот дырка, просто сейчас маховик не стоит, отсюда фиксируется еще одним штифтом, вот сюда, вот сюда фиксируется. Это маховик. Пойдем покажу, если допустим у нас сейчас стоял бы маховик, то есть он бы стоял вот так, через вот эту дырку сюда оставляется штифт и фиксируется коленвал. Все, у нас зафиксировано колено, зафиксирован распредвал, смело можно снимать лимень ГРН. Азгена реклама слегка. Друзья, омадьо хай в моем канале, сауторма, розыгрышке тотты. Розыгрышимыз айтеки 500 рубль. 500 рубльдэ збермарканттазы гетача. Чекинны сақтанис калып, ватсап кэжонадасты. Добро пешке. Уже ватсап кэжонадасты. Виндирай, что еще уйдавал кэжонадасты. Валерий табыл байко. Хамьева студета. Он подходит $ уникой байк. У нас сауторган сауторган. У нас тут плюс 20 миллионов. У нас сауторган сауторган. Друзья, мне кажется, что эта машина очень хорошая система. Телефон на полной машины. Машина. 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 Сейчас я посмотрел на полную карту. Витебский проспект. Сейчас мы видим, что конца растения. Продолжение следует. Машина измельчена. Очень художественные. Наверное, ее можно сделать. Друзья, машина измельчена. Сзади мохолик фиксировать можно так же, когда мотор снят гораздо проще это все сверлом. Когда на машине есть специальный штифт, он кривой, фиксируется легко. Свою функцию не выполняет. Снимаем, берем, берем. Как видно ремень старый, уже давно подлежит замене, весь в трещинах. Еще какое-то время проходил бы наверху. Все, это все тоже. Мусор. Последнее, что осталось нам снять, генератор, компрессор, опору, чтобы поменять ролик и натяжитель. Все, и после этого будем уже вскрывать поддон. Поехали. Снимаем стальное. Это все вручную, потому что все алюминиевое, гайковетом пользоваться нельзя ни в коем случае. Вот почему нельзя, потому что, может, эти болки с резьбой, видите. В алюминии закисает, поэтому гайковетом ни в коем случае не пользуемся. В алюминии закисает. Поехали. Поехали. Продолжение следует... 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 Так, есть один способ, но это делать надо аккуратно, на ребра ставить, если нет опыта, лучше так не делать. Сбить герметик, поддон опишу. Сдуру, можно его и погнуть, делать надо это очень аккуратно. Поддон чистый, ни стружки, ничего, ни грязи нету, все хорошо. Почему-то болтается, в принципе ничего страшного. Ровнее мотор работал. Масло хорошее Лилии на самом деле, мотор чистый, нагара нету, это радует, очень даже радует. Ну все, сейчас будем снимать этот поддон до самого основного, ради чего все это затевалось, до второго поддона. Судя по всему, его уже когда-то переклеивали, видимо, не очень качественно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, вот где он тек, вот где он тек, вот здесь видно, вот отсюда он где-то, вот здесь точно, вот он отсюда натекал, отсюда сюда тек. На этих стыках, вот на этих стыках обычно течет. Ну все, на сегодня закончили, разобрали все. Ну все, на сегодня закончили, все разобрали. Завтра будет целый день мойка, это очень долгий процесс на самом деле, кажется, что помыть все быстро, нет, это долго. Чистить от герметика все счищать. Все, вот это все, что здесь лежит, надо будет мыть. Все, что здесь лежит, надо будет мыть. Двигатель тоже мыть, очищать все. И начнем собирать. Будет как новый, белый, чистый. Вот. Сегодня я один, Сардор меня бросил. Но ничего. Подписывайтесь в любом случае на его канал, ОМАДИОР. Там все предельно понятно. Идет розыгрыш машины. Билеты всего лишь 500 рублей. Осталось мало. Буквально несколько дней все будет распродано, поэтому торопитесь. Приезжайте, пишите, звоните, подписывайтесь. До завтра.